Их песни отзываются в душе. В Харпи состоялся творческий вечер клуба Бардовской песни «70-я параллель». Александр Черный и его коллектив уже давно стали украшением различных концертных программ и тематических вечеров. Участники клуба всегда открыты и искренне рады общению. Вот и в этот раз дружный и легкий на подъем исполнители подарили праздник живой музыки всем поклонникам авторской песни. В глазах волшебных вес, отбивает тебе ангел за плечами. Не так пуриной сигары, солнце брошено на лес, извини в струна поющими ночами. Сегодня в зале по-особенному тепло и уютно. Под звуки гитары в компании давних друзей звучат песни о жизни, любви, боли, радости и родине. Песни исповеди и самый глубин души дарят тем, кому доверяют. Клуб Бардовской песни «70-я параллель». Творческий коллектив известен не только в Харпе, но и в среде ямальских исполнителей. Грустно, берешь гитару, весело, берешь гитару. Пришли гости, берешь гитару. Пошел в гости, несешь гитару. В клуб приглашаешь, берешь гитару. В фестивали тоже самое поехали, сыграли. Концерты в Лабутанга, Салехарде, в Оксарке делали, здесь концерты делали. То же самое, все оно как движение, а движение – это, можно сказать, жизнь. А жизнь – это наш позитив, постоянный позитив. Вместе с Александром Черным на сцене вот уже 10 лет выступают его дочери Наталья и Ольга. Это дружная, талантливая семья, постоянные участники и победители конкурсов гитарной музыки. На окружном фестивале «Легенды Абдора» этот творческий союз пять раз отмечен специальным призом, как самая поющая семья. Эти двои в темно-красном взялись за руки напрасно. Ветер дунет посильнее, и все пропало. А этот в желтом одино всем бросается под ноги. Ищет счастья после пала, после пала. Вообще, в принципе, песня – это жизнь. Поэтому бардовская, авторская, просто песня – это жизнь. Мы этим живем, поем то, что нравится. Выступление местного клуба «Бардовская песня» – это всегда гарантия качественной живой музыки, хороших текстов, которые буквально цепляют за живое. Поэт и писатель Вера Смелингенев в коллективе с момента его основания. В ее репертуаре почти три десятка авторских песен. В коллективе я с 2011 года. У нас был большой коллектив, сейчас разъехались, кто куда. Осталось пока нас четверо. Ну что для меня? Для меня это отдушина. Барды – это бродяги по земле, которые несут радость вселения, людям. В общем-то, поднимают настроение. Ну что такое барды? Это душа. Большая часть творчества автора посвящена любимому Ямалу и истории этих мест. 501-я стройка оставила трагический след в судьбе страны. Это правда, которую должны знать и помнить. Песня – как отражение чувств. В болотных токах узкал, в одной порке изнут мошки. Такой цвет нацепровал, что сердце рвется на пуски. Программа «Вечера» объединила суровую реальность и лирику, а также студенческие костровые, народные и шуточные композиции. Песни Владимира Высоцкого, Юрия Висбора, Олега Митяева. Это классика жанра, которую с успехом разбавили современные авторы-исполнители. К слову, не обошлось и без сюрпризов. Барды – народ веселый, сплоченный, легкий на подъем. Друзья из Лабытнанги порадовали харповчан выступлением. Сегодняшний вечер мне позвонили и пригласили на этот вечер. Я первый раз здесь, в Харпе, но мне очень понравилось. Мне очень понравилась теплая душевная атмосфера. С участниками бардовского клуба «70-я параллель» мы постоянно несколько раз в году встречаемся. Было очень замечательно, отдохнули прям душой. Буду ждать новых концертов, придем провести хорошо вечер. Ребята меня сегодня окунули в мою студенческую жизнь. Я как будто побывала снова у костра, снова пела песни и вспоминала те годы свои, когда мы действительно были безбашенными, нам все было ни почем. Мы верили во все светлое будущее. И, конечно же, ребятам сегодня вот это еще раз нам доказали, что именно песни можно горы свернуть. За активное участие в творческой жизни поселка и весомый вклад в песенную культуру от руководства культурно-спортивного центра всем участникам праздника авторской песни были вручены благодарности и сувениры на память. В завершение вечера звучали аплодисменты и добрые слова от неравнодушных зрителей. Виктория Головко, Владимир Николаев, время местное, поселок Харп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова